Дай почитать «Кристалл в прозрачное праве», энциклопедия «Путеводитель. Глобус Владивостока», фантастическая повесть, написанная совместной с Ильей Логутенко, а еще он автор «Жизел» про Александра Фадеева, роман «Оштормовое предупреждение» в соавторстве с Андреем Рубановым и Олег Куваев «Повесть он нерегламентированным человеке» в соавторстве с доктором филологических наук Алексеем Валерьевичем Каравашко. Новая книга Василия Авченко «Красное небо», «Невыдуманные истории о земле, огне и человеке, летающем» вышла в издательстве Елены Шубиной. Это документальный роман о военном летчике Льве Колесникове. Мы все знаем Кожедуба, Чкалова, Моресьева, но историю творят не только выдающиеся и знаменитые. Вот и наш герой – бесстрашный пилот, не представляющий своей жизни без неба. Его жизнеописание – стержень книги, вокруг которого сплетаются другие истории, где есть и освоение Дальнего Востока, и поэзия начала XX века, и победа и поражения нашей авиации, и Великая Отечественная война. Много внимания Авченко уделяет малоизвестной Корейской войне 1950-1953 годов. А еще он самозабвенно и с любовью пишет об истории российской авиации «От Ломоносова до Королева», от первых планеров до реактивных истребителей. В книге каждый найдет интересную мысль, воплощенную писателем Василием Авченко в аксиому. У Моресьева человека с неограниченными возможностями не было ног, но были крылья. Рожденный летать – ползать не будет. Или, вернее, доползет куда угодно, чтобы снова взмыть. «Вот рядом времена и пространства, сжаты и обжиты. Глобальная история тесна и интимна. Всякий маленький человек вовлечен в процессы тектонического размаха. Каждый связан с каждым. Словно население Земли состоит из считанных сотен людей. А жизнь человечества утрамбована в немногие десятки лет». Интересен и факт эпистолярного романа Александра Фадеева с его первой юношеской любовью Асей Колесниковой. Матерью нашего героя. Прекрасная книга. Плотное и тугое повествование. Четкость убеждений и взглядов. Очень хороший язык. 16+. Это и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!